Добрый день! Канал Новороссия, подразделение легендарного Моторолы. Сегодня мы знакомимся с очень необычным бойцом подразделения. Ее зовут Рыжик. У девочки очень необычная судьба. Она самая славянская. И, в общем-то, у нее достаточно уже долгий куча ополчения. Сегодня мы поговорим о том, как она попала в ополчение. Скажи, пожалуйста, как все начиналось, почему ты пришла в армию нашу? Ну, начиналось все довольно необычно. Я просто зашла на баррикаду, посмотреть, что там и как происходит. Это все только начиналось. Это было где-то 17 числа, 17 апреля. Я осталась там на трое суток, просто потому что мне хотелось помогать этим людям, мне хотелось быть вместе с ними. Потом перешла на горы с полком, ну и как-то так оно все дальше пошло. Я пошла в ополчение, потому что я ненавижу идею фашизма. И те события в Киеве, которые предшествовали всему этому, они не возбуждали во мне особый такой, я не знаю, как это назвать, особый приятный. Ты имеешь в виду события на Майдане? Да, да. События на Майдане, они были очень неприятны для меня. И когда я поняла, что я могу что-то сделать против этого, конечно, я с радостью началась делать. Ты же сразу к Мотороле не попала? Нет, не попала я к Мотороле. Сначала моим командиром был боец по звеным Ромашка Царство Ему Небесное, славянский его снял снайпер. Потом моим командиром стал Крик. Потом мы переехали с горы с полкома на СБУ. Там у нас, собственно говоря, как такового командира не было. Я тогда была поваром. То есть на нас перемещались с одного подразделения в другое. Поваром я прошла весь Славянск. Потом, когда мы уже выходили из Славянска, я пошла в группу к командиру Козырю и записалась у него стрелком. То есть я не хотела больше быть поваром. У Козыря мы пробыли недолго, ну, около месяца, может, от того-того. И потом мы уже перевелись обратно к Мотороле. В жизни каждого бойца во время войны бывают ситуации, когда хочется бросить все и уйти. И бывают, конечно, и ситуации, и обстановка, и обстоятельства. Были ли такие мысли, и что тебе помогало их преодолевать? На самом деле, хоть я, я не знаю, маленькая, молодая, я не знаю, как это правильно называется, но я просто подумала один раз о том, что когда-нибудь у меня тоже будут свои дети, свои внуки. Они, естественно, будут знать об этом, весь мир знает об этом. И когда-то они у меня спросят, мама, а что ты сделала для того, чтобы этого не было? И что я смогу сказать, что я развернулась и ушла? Нет. Моя совесть должна быть чистой. Тебе 17 лет? Да, мне 17 лет. И ты как раз заканчивала школу, получается, в Славянске, да, когда пришла в оболчение? Вот как раз таки очень интересно получилось. Как раз когда мы уже переезжали к Мотороле на Семеновку в качестве поваров, мне еще надо было сдавать экзамены. Поэтому девочки с нами были, вернее, с вами были девочки, Элита и Наташа. Они переехали туда, а я сдала экзамены, только потом через две недели приехала на Семеновку. Твой муж Серж, один из лучших командиров Моторолы. Как вы с ним познакомились? Расскажи, пожалуйста. Мы познакомились, когда я была поваром на химике в Славянске. Меня перевели в эту группу. И буквально через три дня мы с ним познакомились. Он буквально ко мне вышел из лесу. Он мне очень понравился, потому что он необычный, интересный. Его образ мышления, он очень мне подходит. Я никогда раньше не встречала таких людей. Геннадий, корреспондент Моторолы, рассказывал, что это подтверждает опыт других бойцов, что Серж действительно бесстрашный командир, очень хороший офицер, грамотный. Скажи, пожалуйста, каковы его планы в дальнейшем? Он будет идти по военной линии, либо в какой-то другой сфере захочет себя проявить? Вы уже обсуждали этот вопрос? Ну, особо мы этот вопрос не обсуждали. Но еще в Славянске, даже еще когда мы не встречались, он мне сказал такую фразу. Я здесь буду до конца. Я знаю, что и он будет здесь до конца в любом случае, и я буду здесь до конца в любом случае. И рядом с ним, и потому что я хочу здесь находиться. Эти люди – моя семья. Рыжик, скажи, пожалуйста, ты очень красивая девушка. Путь красивой девушки в Украине до последнего времени был хороший дом, обеспеченный муж, утренние пробежки, шопинг. Вот этот путь, он тебя привлекал раньше? И второй вопрос, связанный с этим. Если бы тебе сейчас предложили вот такую хорошую, обеспеченную жизнь, без всяких проблем, ты бы ее выбрала? Нет, меня такой путь раньше не привлекал. Во-первых, потому что это банально, скучно и неинтересно. Я не люблю неинтересные вещи, мне это не нравится. Я могу делать то, что я хочу, и люблю я это делать. И я не всегда считаюсь какими-то правилами. И второе, нет, меня этот путь и в дальнейшем тоже не привлекает, потому что мне нравится сейчас та среда обитания, в которой я нахожусь. Мне нравится все это. И то, что мне нравится война, мне нравится помогать людям, которым я чем-то нужна. И мне нравится делать то, что в моих силах. А ты что хочешь в будущем? По какому пути пойти, возможно, какую-то профессию освоить? Есть у тебя какие-то планы? Да, я, ну, вообще, я очень хочу, конечно, чтобы война поскорее закончилась. То есть мне не нравится, что погибают люди. Какой бы национальности они ни были, они все равно люди. Какую бы идею ни придерживали, смерть – это не выход. Надо искать какой-то разумный путь. Да, в будущем я хочу освоить профессию психолога. Я всегда мечтала быть психологом и помогать людям. Какую ты любишь музыку слушать, книжки читать? Есть у тебя какие-то такие приключения? Я люблю тяжелый рок, музыку тяжелый рок. И книги я очень много читаю, когда получается, когда есть время. Мои любимые писатели – это Джек Лондон, Айзек Азимов. Я читаю абсолютно все направления. Я люблю читать. Удачи тебе, Рыжик. Чтобы вы победили. Всего самого вам хорошего, Сержин. Спасибо большое. И тебе удачи. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова